Митингующие собрались спонтанно во второй половине дня, а все потому, что не было у депутатов рвения решать щекотливые неприкосновенные вопросы. Они по привычке делали громкие заявления, строили планы и щедро раздавали обещания. Почему же обычный вторник оказался черным для парламентария, которыми заинтересовалась ГПУ в моем материале? С самого утра настроение днардепам задает пикет перед Верховной Радой. Митингующие требуют лишить неприкосновенности депутатов, представление на которых направила Генпрокуратура. Все пять парламентариев, представление на которых на прошлой неделе рассматривал регламентный комитет, в зале. В куларах шестой потенциально прикосновенный Михаил Добкин. Впрочем, его судьбу комитет еще не решил. Ничего я не жду. Я завтра буду доказывать абсолютную глупость и фальсификацию сотрудниками Генеральной прокуратуры тех обвинений, которые мне предъявляют. Ну а дальше уже буду просить парламент, чтобы они сняли неприкосновенность в четверг с меня. Ну а в зале все выступления нардепов о неприкосновенности слова не подбирают. Народный фронт проголосует за зняття депутатской недоторганности. Мы считаем, что это будет честно перед украинским народом. Втім, это совсем не означает, что мы погодимся и с безглузными поступопорожными звинувачами НАБУ. Что до поляковой дойдет. Больше того, фракция впевнена, что судовая справа против них чистая профанация. Для вас особисто набагато безопаснее честно отбить свое покарание, выйти на свободу порядной, очищенной человеком, чем продолжать чепляться за круглую поруку. Мы сейчас, именно сегодня, должны начать рассмотреть вопрос о знятти недоторганности. Регламент требует это сделать протяжении 7 дней. Фракция партии Блок Петра Порошенко выключила из своего состава народного депутата Украины Борислава Розенблата. И, в большинстве голосов, приняла решение поддерживать его избавление депутатской недоторганности и притягивание его до ответственности. Мы также приняли решение про знятти недоторганности из всех народных депутатов, на которых надошло подание Генеральной прокуратуры. После пылких выступлений нардепы быстро перешли к текущим законопроектам. Задача минимум – внести в повестку дня правительственные законопроекты о повышении пенсии. Внести-то внесли, а вот как голосовать, даже после одобрения профильным комитетом, неясно. Пенсийная реформа, в которой хотят подняти пенсийный страховый стаж так, что много людей просто не будут доживаться до выхода на пенсию. Вже в 2018 году средний пенсийный век поднимется до 63-65 лет. Там только есть нормы о осуществлении. Это то, что разово пенсионеры получают, в результате изменения формули, кто 100 гривен, кто 200, кто 500. А дальше это вопрос не решается. В следующем году никакого осуществления нет. Там предназначена индексация. Я надеюсь, что этот месяц мы принимаем в первом учреждении, для того, чтобы до осени допработать этот закон, и чтобы с середины месяца люди услышали на себе поднятение пенсии. Кроме пенсионных новаций, у депутатов еще ввоз законопроекта. Все важные и все на последнюю рабочую неделю. Они пытаются за сегодняшний рабочий день и за четверг, по факту, два рабочих дни в парламенте протиснуть и просунуть пенсийную реформу, медичную реформу, процессуальные кодексы, 8, найдовший законопроект в истории, больше 700 сторон, 5000 поправок, знятение недоторганности, подание на арешт. Ну и, кроме того, еще пару историй про Конституционный суд. Это неможливо встигнуть. Ну а депутатские планы спутало провальное голосование за то, чтобы вопрос неприкосновенности рассматривать в четверг. Лишать иммунитета нардепов избранники решили сегодня. Срочно пригласили генпрокурора. И заявили ради такого вопроса, как депутатская неприкосновенность готова работать до упора.